ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сегодня мы проводим очень серьезное мероприятие. Это чемпионат Кубок памяти нашего великого соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина. В этом году ему бы исполнилось 90 лет. Заслуги его перед всем миром, через всей мировой цивилизацией настолько велики, что никогда не забудут их. Его подвиг открыл новые горизонты развития человечества. Кубок Гагарина, который мы проводим второй раз в истории, это новая яркая традиция, которая, я уверен, будет долго и долго радовать наших зрителей, наших спортсменов и погружать вас в мир великолепного конного спорта. Турнир был учрежден в год 60-летия полета Юрия Гагарина и уже тогда стал заметным событием спортивной и культурной жизни Подмосковья. Соревнования проводятся при поддержке ЗАТО «Звездный городок», Госкорпорации «Роскосмос», Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, Федерации конного спорта России и Московской области и других организаций. «Роскосмос», например, представил свой павильон, где можно было не только увидеть уникальные фотографии первого космонавта Земли и модели космических кораблей, но и потрогать настоящий скафандр «Орлан-М». Таким с 1997 по 2009 годы пользовались космонавты на станциях «Мир» и «МКС» для выходов в открытый космос. Это замечательное событие, которое объединяет космос, объединяет спорт, объединяет лошадей. А я с детства люблю лошадей, на самом деле, это моя страсть. Но мне не удалось позаниматься профессионально конным спортом. Но я очень рад, что рядом с нами есть такое замечательное место. Как любой спорт, это преодоление себя, преодоление преград, преодоление барьеров в конкуре. Конкур – это соревнование по преодолению препятствий верхом на лошади. Именно эту дисциплину выбрали организаторы для Кубка Гагарина, потому что она отвечает идее преодоления и достижения цели. В турнире приняли участие ведущие российские всадники, члены сборной страны, мастера спорта, в том числе международного класса. 15 профессиональных спортивных пар «Человек и лошадь» вышли на самый сложный маршрут Гран-при с высотой препятствий до 145 сантиметров. Соревнования включали и другие дисциплины, попроще, но не менее зрелищные. Всего же КСК «Звездный» в этот день принимал около 40 спортсменов. Он у нас в этом году проходит практически как всероссийский, потому что участвуют спортсмены с Челябинской, с Саратовской области, с Владимирской области, Москва, Московскую область, Кантамансийский автономный округ. Ну то есть мы собрали по максимуму всех спортсменов, даже есть Литва и Беларусь. Мне очень понравилось то, что было так увлекательно, было полноценное шоу, столько зрителей, очень здорово, у меня очень положительные эмоции. Турнир Кубок Гагарина стал хорошей возможностью для всадников показать себя, потренироваться, посоревноваться. А сотни зрителей не только прикоснулись к очень красивому виду спорта, но и стали участниками насыщенной развлекательной программы с концертом, ярмаркой, конкурсами и угощениями. А в заключении выпустили в небо десятки белых голубей. Ирина Микеда, Иван Конкин, Щелковское телевидение.